Всем привет! На связи Борис Соколов с сайтом Visasam.ru И давайте в этом видео я вам постараюсь рассказать максимально подробно и в то же время кратко как можно снять жилье в Дубае на короткий срок, на долгий срок, что стоит следовать учитывать туристам, что стоит следовать учитывать тем, кто приезжает сюда, переезжает жить, все моменты, нюансы. Сразу скажу, аренда жилья в Дубае, вот если вы переезжаете, это у вас может съедать 50% вашего бюджета, поэтому если есть возможность, я бы вам рекомендовал примерно присматриваться и купить недвижимость, например, продать в России, купить здесь, потому что, допустим, в Москве, берем Москва, Санкт-Петербург, если вы в Москве, можете продать квартиру в Москве, там, условно говоря, за 200 тысяч долларов, купить здесь за 200 тысяч долларов, но в Москве вы ее будете сдавать там за 600 долларов, а здесь вам придется платить за аренду 1200, примерно вот такая вот цена. Если вам нужны подробности именно о покупке жилья, о выборе, о переезде, это будет в Телеграм-канале, а здесь не буду отвлекать ваше внимание, и мы начнем про аренду. Смотрите, если вы приезжаете как турист, ну, или там на небольшой срок, не планируете конкретно сюда приезжать, там, на 6 месяцев, на год, россиянам можно без визы прилетать 90 дней, допустим, если на несколько дней букинг, многие говорят, букинг не работает с российскими картами, заведите иностранную банковскую карту, у меня банковские карты Казахстана, все отлично работает, бронирую. Можно оплатить и Airbnb, и букинг, сразу дам совет, если лайфхак такой, если вы хотите оплатить букинг, ничего, не надо менять, с российского аккаунта можете оплатить, просто иностранной банковской карты. Если вы хотите заплатить Airbnb, заведите казахстанский новый аккаунт, кстати, номера телефонов Казахстана и России начинаются и те, и те на плюс 7, вот, помню, давал рекомендации в нашем чате по Дубаю, меня очень благодарили за это, что смогли забронировать отель на Airbnb. Такси, такси, вот, например, Uber, так же не привяжешь никакой к российской карте, так же, как и букинг, то есть ни Юнион Пэй, ни Мир, никакие карты вообще российские не работают, либо использовать какие-то, не знаю, сервисы-аналогов, но там и выбор жилья меньше, выбор жилья дороже. Так же есть российский агрегатор, островок, другие, можно забронировать. На Airbnb тоже можно забронировать. Учитывайте, что здесь, например, на букинге цена еще на островке, еще где-то может быть туристический налог, и смотрите, вот, так что цена может быть выше, он мелкими буквами написан внизу. Если вы сюда приехали, хотите снять жилье на месяц, ну, не знаете, вы будете жить, не будете год, посмотрите, есть сайты Dubizel Property Finder, Airbnb, там можете поискать жилье на месяц, но уже Dubizel Property Finder, там больше сдают жилье на долгосрок, вот, на год, как раз по контракту, о чем я вам расскажу позже. А вот так жилье на месяц можете искать в Telegram-чатах, каналах, ну, допустим, как эта схема происходит. Я вам сейчас объясню, человек снял жилье на год, у него там есть отпуск, или он просто хочет уехать по путешествию куда-то, на месяц, на два, он вам его просто пересдает. Либо даже сдает свое жилье, которое он купил, чтобы не было простое в это время, он вам его может сдать. Либо просто понимает, что на месяц, на два жилье так можно сдать на 30% дороже, и именно сдает жилье так, а они заключают долгосрочный контракт, он сам живет в Дубае, может им управлять, ему это удобно. Ссылку на Telegram-чат я дам, в том числе в нашем Telegram-чате, аренда недвижимости Дубай. Такие предложения есть. Можете на сайте Airbnb, там выбрать 20 дней, 30 дней, тоже можете выбрать. Но сразу скажу, что цена будет где-то на 30% дороже, чем если бы вы снимали на долгий срок. Иногда 30-35. Вот еще важный момент. Очень часто на этих сайтах не только собственники же, но в том числе и риэлторские агентства, агенты, которые с вас берут комиссию. Допустим, сейчас объясню, это то же самое, что в России. Например, комиссия берется там за первый месяц аренда, за полмесяца аренда, примерно 700-800 долларов. Если вы заключаете контракт на год, вы платите агенту комиссию, следовательно, вы ее на год можете разбить. Если вы заключаете контракт на месяц, в чем быть собственник жерева может говорить, я вам буду дальше сдавать, но ему выгодно вроде на 30%. Но как-то документально законы для Объединенных Арабских Эмиратов – это как бы недвижимость. Ну, официально тут можно сдавать резидентам на долгий срок по контракту на 6 месяцев или на год. Конечно, он вам напишет какую-то бумагу, но он может сказать, извини, я сам заезжаю через год, вот ты через месяц, ты месяц прожил, теперь я там сам буду жить. Или там, я тебе сдавал летом, когда был нетуристический сезон, например, наступает Новый год, сейчас цена уже повышается. Нет, ищи другое жилье. Вам нужно искать другое жилье, например, в новогодний сезон, самый пик, когда цены самые максимальные. Вы заплатили комиссию агенту, вам надо следующему агенту опять платить комиссию. Вот такие вот здесь есть нюансы. Например, если можно было бы снять жилье там в Дубае, Марине, там, JBR, на долгий срок поискать за 1500 долларов, у них выходит 2000 долларов. Здесь сумма в дирхамах, я говорю в долларах, чтобы было понятно. Кстати, дирхам – очень стабильная и надежная валюта, жестко привязана к доллару. 3,65-3,66 на протяжении 30 лет, поэтому вкладывать в недвижимость в Дубай очень выгодно, если вы покупаете. И как раз вот я говорю про аренду, но вы всегда можете проецировать, что вы собственник недвижимости, например, в два раза больше получаете от аренды, чем в Москве, допустим, вложив эти же деньги в твердой стабильной валюте. Ну, а эти подробности в Телеграм-канале. Если интересно, подписывайтесь, я вам дам ссылочку, мы дальше пойдем про аренду. Итак, самый лучший вариант – это заключать аренду на долгосрок. Но у вас должна быть резидентская виза, вид на жительство. Резидентскую визу можно получить несколькими способами. Если вы официально трудоустроены, вам ее дают. Резидентская виза – это то же самое, что вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах. У них просто нет понятия вид на жительство, а называется она резидентская виза. При открытии бизнес-компании, вы открываете компанию во фризонах, зонах, где можно открывать, и вам дают резидентскую визу, вы можете оформить ее на всех своих сотрудников. Виза фрилансера можно получить. Смотрите, по резидентским визам будет подробное видео. Я тут взял интервью у своего друга Тона Маскалева. Он здесь давно живет, 7 лет работает на рынке Дубая, занимается недвижимостью. Он вам там подробно расскажет, как можно получить резидентские визы. Например, можно получить золотую резидентскую визу при покупке недвижимости от 545 тысяч долларов. Ну так вот, у вас есть резидентская виза, вы официально устроились на работу, и можете арендовать жилье. Вы ищите, но, кстати, часто на долгий срок сдают не собственники жилья, а человек, который... Вот почему, кстати, выгодно жилье в Объединенных Арабских Эмиратах в Дубае покупать. Вы купили жилье, ну или собственный купил жилье. Он дает его агентству и говорит, все, сдавай жилье. Агент как раз берет с вас вот эту комиссию там, она может составлять 5%. Например, годовой контракт, допустим, вы заключаете годовой контракт, у вас стоимость жилья 20 тысяч долларов на год, и агент примерно тысячу долларов заберет себе комиссии. Поэтому они сдают. Собственный жилья сдают агентству, вы общаетесь, скорее всего, с агентом. Как раз вот со знакомым встречался, он мне рассказал случай, что за свой реальный случай. Вот как раз у него еще не было резидентской визы, он заселялся в отель. Ну, платил где-то в декабре, так же помесячно, договорился с хозяином. Просто 28 числа перед Новым годом приходят и говорят, а нас не устраивает, вы мало платите, никакого официального контракта нет. Человек 29 декабря искал жилье в Дубае. Представьте, по каким ценам он его находил в итоге, где ему, ну, за какие деньги приходилось жить. То есть, если вы как турист, вам могут всегда поднять жилье, а если вы заключаете долгосрочный контракт уже как резидент, там даже есть такая фишка, что вас арендодатель должен заранее уведомлять, что он не будет с вами продлять контракт. И, например, он не может вам повысить контракт более чем где-то, вот не буду врать, то ли 10, то ли 15%, то ли 5. Вот у меня просто из головы вылетел. Давайте возьмем даже цифру 10. Не более чем на 10%. Поэтому, например, люди, кто в ковид долгосрочный контракт заключили, им просто не могут поднять на 50%. Следующий год арендодатель либо их заранее уведомляет за несколько месяцев, что мы не будем с вами контракт продлять по такой цене. Либо просто, если он заранее не уведомил, то не больше 10%. Ну, опять, если человек живет долго, все нормально в квартире, никто это и не делает. Вот, кстати, такой парадокс жилья. Кто живет по долгим ценам, говорят, что тут все хорошо и нормально с арендой жилья. Кто приезжает вот сейчас в ситуации, которая складывается в мире, не может жилье по таким ценам найти и удивляется, откуда люди его снимают. А тут секрет просто. Они заранее заезжали, им арендодатель намного не может повысить жилье. А новым жильцам, пожалуйста, на 21%, например, по сравнению с прошлым годом, в среднем аренда жилья повысилась из-за большого спроса. Кстати, многие говорят, вот ваша квартира. Допустим, если люди покупают квартиру, а кому Дубай будет нужен потом, аренда жилья только повышается и составляет не маленькие деньги, а тысячи долларов в месяц. Но чтобы снять жилье на долгий срок, кстати, и на краткосрок, часто вы снимаете на месяц, люди у вас могут взять депозит на месяц, чтобы застраховать себя от порчи имущества, от каких-то неоплаты вам счетов коммунальных и тому подобное. Потом вас отдают, если все хорошо, вы ничего не сломали, все счета заплатили. Ну так вот, при долгосрочной аренде часто платежи разбиваются 2, 3, 4 чека. То есть вы должны сразу заплатить за 3 месяца. Или за полгода, за 4 месяца. Конечно, вы скажете, мне лучше заплатить за 3 месяца. Но, например, если вы заключаете договор платежи на 6 месяцев, можете... Ну, и собственник это выгоднее, поэтому можете по более низкой цене чуть-чуть договориться. Либо, например, в более лучшей локации снять, где собственник, например, сдал, и он знает, что пришел платеж за 6 месяцев, у него есть деньги в следующие полгода, придет платеж еще за полгода, он спокойно просто... Они ему приходят, и все. Он сдает через агентство. Вот, кстати, почему выгоднее тоже приобретать недвижимость в Дубае, очень удобно ею управлять. Стоимость аренды при долгосроке. Давайте я вам скажу, при долгосроке, если будем говорить на краткосрок, плюс 30%, 30-35, то есть 30 от него добавляйте. Например, такие спальные районы, GVC, допустим, хороший нормальный район, Jumera Village Circle, от 1000 долларов. Допустим, если вы уже Дубай-Марину, 1500 долларов в месяц при долгосрочном контракте. Район GLT – 1200-1300 долларов. Ну, начинаются цены. С момента здесь, например, есть студия One Bedroom. One Bedroom – это значит, у вас спальня и холл. Такая маленькая, небольшая кухонка. Как таковой, вот, однокомнатная квартира, чтобы была комната и кухня, такая более-менее большая, тут нет. Либо студия, где все вместе, либо One Bedroom. У вас одна спальня, вторая – холл. Допустим, например, на Пальм-Джумейре, конечно, мой самый любимый район, но там уже цены начинаются где-то от 3000 долларов в месяц. Ну, Пальм-Джумейр мне очень нравится. Если, конечно, есть финансы, там лучше покупать жилье. Почему? Там у вас, например, может быть выход на пляж, в эту стоимость входить, вы выходите на пляж, вам не надо на общественный пляж ехать, платить там за лежаки, или загорать на солнышке. У вас все это есть, все включено. Например, часто, если вы снимаете на Пальм-Джумейре, либо в Джибер, GLT, уже таких районах. Но, кстати, если вы снимаете, тоже сейчас появляется, очень важно, появляются такие комьюнити, они вроде расположены далеко, но там все есть. То есть большая зона, там есть, например, свои бассейны, свои парки, торговый центр, супермаркеты, можно жить и подальше от моря. Например, вот в таком большом комьюнити, часто очень, например, вот продается комьюнити Дабак Хиллс, Дабак в Дубай Хиллс, там очень много русскоязычных покупают, то есть у вас будет большое русскоязычное комьюнити, людей, у которых есть деньги, то есть, следовательно, ну, хороший социальный статус, там нет алкашей, наркоманов, там и подобное, и у вас там все есть. То есть при выборе жилья я бы еще ориентировался, если вы снимаете подальше, да, район, если понять, что Пальп ЖБР самый классный район. Дубай Марину Джи Биар, да, это район известный, топовый, близко к морю, Джилл Ти, вот очень нравится мне район Джилл Ти, дублер Дубай Марины, вроде цену на жилье, как на покупку жилья, так и на аренду ниже, но буквально вы прошли, немножко попали на Дубай Марину, пешком хоть можно дойти, или там одну-две станции на метро проехать. И до Джи Биар, купайтесь, пожалуйста, загорайте, а цены ниже. И, ну, тоже классная инфраструктура, хороший микрорайон. Если вы выбираете подальше район, вот Дубай Хилл, с Джи Ви Си, смотрите именно на комьюнити, что будет вокруг вас, окружение, какая у вас там есть инфраструктура, парки, бассейны, спортзалы, и тому подобное, что нужно. Так вот, стоимость начинается от 1000 долларов где-то, и, допустим, за однокомнатную там квартиру, ванн-бедрум, или бы хорошую студию, и, например, от 3000 на Пальп Джумейра. Конечно, можно снять и меньше, 700-800 долларов. Такие районы, как Дейра, Бур-Дубай. Но Дейра – это такой район, например, уже около аэропорта, где проживают местные, ну, самый, скажем, такой несовременный район. Ой, что-то капает сверху на меня. Самый несовременный район. Я вам покажу, я думаю, жить вам там не захочется. Если кому-то это устраивает, ну, там, индийская еда, индийцев, пакистанцев много, много местных, ну, такой район, где, скорее всего, вам не захочется жить. Там вы можете сидеть и за 700-800 долларов, в Бур-Дубай, например, добираться куда-то, вы будете очень… Ну, вам долго будет на метро, там, 40 минут, 50, допустим, до Дубая-Мариды, до Пальп Джумейры, ну, до Бизнес-Бэй может поближе 30 минут. А так, вообще, если даже вы, вот, многие спрашивают, близость метро, не близость метро, тут, в основном, все ездят на машине. Особо, если вы работаете, устроились на работу, если по бизнесу, по делам, арендуете машину, от 1500 дирхама на 366 поделить, то есть, где-то у вас от 400 долларов, от 350-3400 долларов можно арендовать машину на месяц, и вы за 30-35 минут из любой точки Дубая, в принципе, в любую доедете, ну, если не брать что-то самое, окраина, куда вы… У меня некоторые мои друзья даже в Дейру никогда не ездили, несколько лет живут, типа, что там грязь, что там делать. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, на наш Telegram-канал, потому что очень скоро выйдет фильм, в котором рассказывается о переезде обычных людей в Дубай, и там они как раз расскажут свои истории, как они искали жилье, чтобы его снять, какие ситуации с ними случались, как в итоге удавалось находить где и как его по выгодным ценам, все только личный опыт реальных людей, которые переезжали в Дубай как раз за последний год-полтора. Смотрите, коммунальные платежи, конечно же, кабудальные платежи, если вы не снимаете там на R&B, на букинге, долгосрочную аренду не входит. Где-то кабудальные платежи 300-400 долларов, и вот при заселении в квартиру вам нужно будет заплатить за 3 месяца вперед, за 4-6, как договоритесь. Сбор агенту, скорее всего, комиссионный. И еще вот сбора где-то в газ и в свет. Вам надо подключить официально, типа даже газ и свет, интернет должны быть на вас. Ну, многие на это забивают, ну, а зачем нам это надо, ну, ничего страшного не происходит. Но вы им тоже должны заплатить, как бы тоже такой предоплата, депозит за подключение, что вы будете газовый депозит, там электрический депозит. Тоже надо заплатить, таким образом, помимо трат, вот, у вас может выйти траты, вот, за все эти подключения, комиссию, агенту, где-то 2000-2500 долларов при долгосроке, ну, и депозиты, допустим, вот эти депозиты для подключения, заключение, еще договора официального, там может быть 200 дирхам, вроде суммы, там небольшая, но 200 дирхам, там поделить 50 долларов, 50-60 долларов, еще можете заплатить за официальный договор, но важный момент, все это официально, например, вы заключили летом контракт, жилье не сдается, из-за этого вам собственник сдал, вот у меня как раз друзья, которые сдали, даже переживают, блин, сдал летом, на год, вот зимой бы я мог лучше сдать, но все, уже заключил контракт до следующего лета, потом как раз думаю, типа сдавать по месяцам, чтобы уже следующий долгосрочный контракт заключить осенью и зимой, когда наступит туристический сезон, вот вам кстати лайфхак, если будете заключать долгосрочный контракт летом, можете найти более выгодные цены, так как люди может, ну кому-то нужны срочно деньги, нуждаются в деньгах, не хотят ждать зимы, сдавать там по месяцам, или здесь находиться, и вы таким образом можете заключить контракт более выгодный для вас. Следователь краткосрочная аренда зависит от сезона, от не сезона, я назвал цену тысячи, краткосрочная аренда, например, в том же GVC, следовательство будет 1300-1400 долларов, опять летом вы можете найти за 1200, а допустим зимой в сезон там с ноября по март, по апрель 1500, вот такая вот разница, 1600 долларов, тоже зависит от сезона. Давайте подведем итог, если на краткосрочный срок, букинг, RBB, чаты в Дубае, ну это вот на день, на месяц, на два, телеграм-чата, я вам дам ссылочку, в том числе, сами проверяйте, с кем вы заключаете договор, просто люди дают свое объявление, мы сделали площадку, было удобно, кто-то искал жилье в аренду, кто-то сдавал, мы сделали площадку просто для того, чтобы давали объявление. На долгосрочный, на долгосрок, Dubeasel, Property Finder, Dubai, я вам дам ссылочку, там есть эти сайты, я тоже добавить, не помню, как они, Rental Dubai, Dubai Rental, вот что-то такое, ну Dubeasel, Property Finder, дубы вам даже, вот этих двух сайтов будет достаточно, там много предложений, Бают, можете посмотреть, Бают, вот да, спорю, Бает, тоже сайты, приложения есть, для долгосрочной аренды, ну, повторяю, достаточно дорогая здесь аренда, я вам рекомендую рассмотреть вариант все-таки покупки своей недвижимости, есть недвижимости от 150 тысяч долларов в студии, чтобы проживать самому и не платить вот эти вот арендаторы, лучше спокойно, у вас сразу статья расходов гораздо бы снизится здесь до проживания в Дубае, все подробности об инвестировании, о переезде в Дубае, об оформлении резидентских виз, сколько вот по районам, а сколько стоит квадратный метр в каждом районе, вот есть отдельный пост в Телеграм-канале, сколько стоит покупка жилья, например, районе Пальма-Джубер, сколько стоит в среднем, если жилье сдавать или снимать в аренду квадратный метр, и вам там будет как раз ясно, если при средней цене вы сможете умножить, например, я снимаю, допустим, студию 50 квадратных метров в районе Джилти, пример, вот она должна столько-то выходить, ссылочка на Телеграм-канал, на пост будет ниже, подписывайтесь, и там вот по каждому конкретному району цена аренды, цена покупки за квадратный метр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, комментируйте, напишите, а где вы снимаете в Дубае жилье, за сколько, какой вам район нравится, может быть, если были какие-то уловки брокеров или что-то, какие-то нюансы, которые будут полезны нашим зрителям, читателям, обязательно напишите свой опыт, я думаю, это будет очень-очень интересно, чем больше людей будет делиться опытом под этим видео, тем оно будет полезней для всех. С вами был Борис Соколов с сайта виза-сан.ру и до встречи в следующих видео. Пока-пока!